Внимание! Украину захлестнула волна фальшивых денег. К сожалению, как и любую валюту мира, украинскую гривну стали интенсивно подделывать. И обязательно досмотрите видео до конца, я вас научу распознавать оригинальные деньги от подделок, так как сейчас их развелось огромное множество. Так называемые супергривны, по аналогии с очень качественными подделками супердолларами, о них мы говорили в некоторых других наших видеообзорах, кто не видел, посмотрите, стали печатать просто-таки фальшиво монетчики огромное количество качественных подделок супергривен, которые практически невозможно на первый взгляд отличить от оригинальных банкнот. Посмотрите видео до конца, прожмите лайк, поделитесь с друзьями, чтобы ни вы, ни ваши знакомые, друзья и родственники не попались на удочку и не стали частью аферы, так как никому из нас не хочется получить за свою работу или товар фальшивые деньги. Итак, начнем. Чаще всего подделывают купюру 500 гривен, точно такую, как вы сейчас видите на своем экране. Это 500 гривен с изображением Георгия Сковороды образца 2006 года. Вы видите сейчас вот довольно-таки солидная сумма этих гривен и эта купюра, которая приблизительно равна сейчас 20-долларовой банкноте в эквиваленте, чаще всего и подделывают. По Украине сейчас блуждают довольно-таки много типов подделки, но мы на нашем канале остановимся на двух максимально качественных, ибо чтобы ярко Коинс успел вам рассказать про больше, видео будет очень-очень длинное. Сейчас я вам расскажу о одной из подделки. Если видео вы посчитаете довольно-таки ценным и полезным, ставьте лайк. По количеству лайков я увижу, интересно ли вам эта тема. И расскажу о купюре, которая просто-таки великолепна в своем исполнении. Фальшивомонетчики стырались как могли, и она очень опасна для каждого из нас, так как имеет огромное количество степеней защиты. И о купюрах вот такого дизайна. Я думаю, что каждый из вас уже их видел в денежном обиходе, держали в руках. Это купюры, которые появились в обороте довольно-таки давно, образца 2015 года. Значит, скажу сразу, с вот таким вот дизайном и с такой вот степенью защищенности эта купюра сейчас выглядит очень хорошо. Подделок, качественных по крайней мере, подделок вот 500 гривен с новым дизайном образца 2015 года я не встречал. И будем надеяться, что их и не будет. В основном фальшивомонетчики подделывают как раз купюры предыдущей их серии, образца 2006 года. О них я сейчас и вам расскажу. Значит, одна из этих купюры, все настоящие, я их откладываю в сторону. Значит, купюры образца 2006 года. Вот такие, как вы сейчас видите на экранах. Значит, существует два типа подделки. Оба они имеют свои плюсы и минусы. Значит, я вам расскажу о купюре, которую, скорее всего, изготовили четыре фальшивомонетчика в Запорожье. Сейчас, на данный момент, они все задержаны. И возбуждено и ведется, может быть, даже уже успело завершиться, криминальное дело по вынесенным им приговор. Я не вникал уже в подробности этой истории. Значит, в пятиэтажном доме они наладили на довольно-таки солидное производство данных подделок. Сбывали их через интернет и всячески поставляли их на рынок. И, честно говоря, если вникать в подробности, то продавали крупными партиями за треть цены. То есть, 1500 гривен можно было у этих злоумышленников приобрести за 500 гривен. То есть, оптовыми партиями не скидывали их под такой цене. Подделки эти довольно-таки отличного качества. Если вам попадается вот такая вот пачка или больше с вероятностью 99,99%, вы их просчитаете. То есть, на первый взгляд, банкнота выглядит идеально. Идеально настолько, что даже вот элемент, который меняет на свету, когда вы смотрите купюру под некоторым углом, меняет оттенок на фальшивой банкноте, он также довольно-таки качественно меняет оттенок. То есть, оптический элемент защиты был прекрасно симитирован. Поэтому большинство, я знаю, украинцев смотрят как раз на оптический элемент, думая, что его подделать тяжелее всего. К сожалению, друзья, нет. Сейчас масса лаков, которые имитируют изменения цвета. Кроме того, данная фальшивка, которую изготавливали в Запорожье, была изготовлена на струйном принтере. Это довольно часто используемая технология фальшивомонетчиками. Такие купюры, безусловно, довольно сильно отличаются по бумаге. Я уже давно говорил, и еще раз повторю, что бумага чаще всего выдает фальшивку. Она более грубее. Грубее и не имеет вот такого звука, когда вы берете и сгибаете купюру. Как правило, такие банкноты изготовлены из двух частей. То есть, сначала печатают одну сторону, потом другую сторону. В нее вшивают магнитную ленту, и после этого они склеиваются. Поэтому такие подделки, они немножко толще, и бумага все же немножко выдает. Но не настолько, чтобы вы, считая несколько купюр, и не просчитали эту фальшивку. То есть, скажем так, если бы мне дали эти купюры целую пачку, я бы тоже на нее не обратил, на эту фальшивку, внимание. Дальше. Что интересно сделано было на этой подделке? Вот где вы видите сейчас, называется это латентное изображение. Я не знаю, насколько качественно вам передает камера. Вот на пиджаке Григория Савовича Сковороды, если менять угол наклона, вы видите 500 цифрами написано. Это также, пускай и не идеально, но было воспроизведено. Значит, что еще можно сказать о данной купюре? Купюры все, насколько мне известно, были отпечатаны с двума сериями. Это FG и FZ. Кстати, среди этих купюр у меня тоже есть эти серии. Давайте посмотрим. Я думаю, что каждый из вас знает. Вот даже вот смотрите, серия АА. Это самая первая серия, когда появились в обиходе данные купюры 500 гривен. 2006 год. Это первая банкнота. И она уже, в принципе, максимально долго в обращении находится. Так, ВБ и FG. Сейчас мы найдем. FG и FZ. Насколько мне известно, чаще всего подделывали именно их. Вот купюра. Совершенно случайным образом у меня оказавшаяся. FG. 2015 года. Но эта купюра, не переживайте. Она также настоящая. Это не производство фальшивомонетчиков. Но вот основная, как бы, я не думаю, что вам стоит запоминать именно серию. Так как с этой буквами FG и FZ и Национальный банк Украины печатал банкнот. Значит, что выдает фальшивку прежде всего? Значит, когда вы подносите эту купюру к свету, вы видите не только водяной знак, а и на этом месте есть изображение денежного знака гривну. То есть буква G с двумя черточками. Вот этот знак, он присутствует на подделке. Он сымитирован, но сымитирован некачественно. То есть вместе с этим светлым элементом, я думаю, что вам его сейчас немножко видно на оригинальной банкноте, туда был вшит в структуру металла бумаги не только металлическая лента, а и небольшой трехугольник, на котором этот знак сымитирован. Поэтому, когда вы смотрите фальшивку на просвет, вы видите там не только знак гривны, а и довольно-таки неприятный треугольник, которого там не должно быть. И вот наскрезный элемент, именно так звучит на украинском языке, эта степень защиты, вот он находится. Если вы смотрите купюру на просвет, вы можете увидеть, что там совмещается рисунок аверса и реверса купюры. И вы четко видите совпадание этого рисунка. Цифры 500. Этот элемент на фальшивке некачественно сделан. То есть 500-ку вы там не увидите. Там будет такой вот непонятный набор черточек. Это то, что поможет вам быстро распознать фальшивые купюры. Ну и конечно, эта купюра, именно данного вида подделка, скорее ее изготавливали в Запорожье, но это не точно. Возможно, ее и дальше продолжают печатать, только в других местах, так как фальшивок довольно много встречается. Она рассчитана на сбывание этих фальшивок на базарах, на всяческих торговых точках, которые не оснащены ультрафиолетовой защитой. То есть эта купюра светится в ультрафиолете. Светится абсолютно полностью. То есть она проверяется по бумаге очень легко. В следующем видео, друзья, обязательно поставьте лайк, поделитесь данным видео с друзьями, чтобы вы знали, как распознавать фальшивую 500-ку от оригинальной 500-ки. Я вам расскажу о суперподделке. Суперподделка 500-гривневой купюре, также этого образца, которая просто-таки великолепно сделана. И в ультрафиолетовом освещении она светится великолепно. Кроме того, если вы не хотите, или нет времени, вас достаточно, чтобы изучать банкноты, вы можете обзавестись вот таким вот маркером. Это тестер. Тестер, который легко позволит вам избежать подделок не только украинских гривен, российских рублей, а и других валют мира. Евро, доллар, фунт. Пользоваться ним очень легко. Легко и быстро. Вы можете поставить черточку. Вот. Ставите черточку. Любую, любое обозначение. Порисовать где угодно. Можете даже с краешку, если боитесь. И если вы пишете этим маркером, тестером на купюре, то этот тестер, он испаряется. Вы не испортите никаким образом банкноту. Но если эта бумага не изготовлена на банкнотном монетном дворе, и вы поставите точно такую же черточку, она превращается сразу в черновый цвет. Вы видите серо-черный оттенок. Если поставите жирную точку, она прям-таки черная. Это работает практически на всех валютах мира. И такой вот тестер стоит всего лишь около одного доллара. И может вас спасти от многих неприятностей. Купить их можно в Китае за гроши. Стоит он там меньше одного доллара с бесплатной доставкой. Ну а если вы, конечно же, имеете оборот очень крупный, не имеете возможность каждую купюру обрисовывать или изучать, то, конечно же, я бы рекомендовал вам купить детектор, который защищает и позволяет видеть сразу ультрафиолет, или же даже инфракрасный свет, который довольно-таки явно отличает и быстро отличает подделки гривен, долларов, фунтов, рублей от оригинальных банкнот. Кроме того, сейчас в Китае я также оставлю вам ссылочки, где можно купить этот тестер или же детектор валют. Есть два в одном. То есть, с одной стороны вот такой вот тестер, маркер, а с другой стороны фонарик. То есть, можно подсветить, вмонтирован батарейкой, подсветить и посмотреть ультрафиолетовую защиту. Даже такая игрушка, которая позволяет нам определить фальшивки, также есть. А, согласитесь, ручку вы можете носить всегда с собой, если в этом есть необходимость. Надеюсь, что вам это видео было полезно, интересно. Я вам желаю только настоящих денег, побольше финансового вам благополучия, счастья, здоровья и никогда не попадайтесь на уловки аферистов, мошенников и фальшивомонетчиков. Счастья, здоровья вам! С вами был Ярко Коинс. До новых встреч. Обязательно прожмите лайк, поделитесь данным видео в социальных сетях. И до встречи. В следующем видео я расскажу вам о суперподделке. Гривны, которые правильно практически светятся в ультрафиолетовых лучах. И если лайков будет очень много и комментарии будут вам в комментариях, пишите, если вам будет это интересно, я вам покажу, как эта фальшивая купюра светится в ультрафиолете. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok